Блин, а прикиньте, у меня сейчас вот такие брови будут конкретные вообще. Что-то я очкую. Вообще даже думаю, стрелки! Типа татуажа. Только временно. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой. И сегодня мы будем делать обзор на очень интересную штучку с Алиэкспресс. Это такой тинт для бровей, гель такой для бровей. Я его немного тестила на ручке, когда показывала вам целый обзор покупок с Алиэкспресс. Но сейчас я хочу непосредственно на своих бровях его затестить. Но прежде чем я его попробую, хочу вас познакомить с очень интересным кэшбэк-сервисом SmartySell. Это очень удобный кэшбэк-сервис, приложение которого можно скачать на Android и на iOS. Здесь представлено более 1100 магазинов. Мне кажется, здесь собраны просто все магазины, а главное мои любимые. Я думаю, и многим вам известные магазины. Также здесь представлен Алиэкспресс, наш любимый, где я всегда заказываю. Очень выгодный процент по кэшбэку до 50% и круглосуточная техподдержка, которая всегда поможет вам с заказом. Ссылочку на этот кэшбэк-сервис SmartySell я оставлю под видео. Заходите, регистрируйтесь и получайте свои проценты с каждой покупки. Итак, что из себя представляет? Это такая бутылочка. Кстати, у меня такие тинты есть с Алиэкспресс, они мне очень нравились, именно для губ, очень классные. Для бровей еще ни разу не пробовала, но очень хочется попробовать. Свои брови я все время хочу подкрасить. У меня татуаж бровей, еще у меня татуаж губ, и я совершенно не накрашена сейчас. Просто не хочется, тем более мы сейчас собираемся красить брови. Ну, зачем, в смысле, вообще зачем краситься? Я вообще не люблю краситься, кто знает. Вот такие бутылочки я очень любила, так, что, я уже сказала, что я очень любила для губ, у меня есть даже еще бутылочки для губ. Также я решила попробовать для бровей взять. Это коричневый гель такой, и я его тестила на руке, да, и мне понравилось на руке, и теперь я решила потестить его на своих бровях. Я не знаю, мне кажется, я повторяю. Итак, открываем. Честно говоря, страшновато, потому что он же может остаться на какое-то время на моих бровях потом. Прищиптут. Не обращаем внимания, хорошо? Так, поехали. Давайте на одной брови сделаем, чтобы сравнить потом, да, что вообще получится. Да. Да. Я крашу, блин. А знаете, страшно, оно же вот прилипнет у меня вот. Надо жирно, жирно нанести. Деня, аккуратно, тут мама такое делает вообще. Сама в шоке. Очень необычное ощущение, когда ты вот этот птиц... Денечка, зайка, не упади там, пожалуйста. А то все станут свидетелями... Выпадения. Деня. Деня. Очень необычно наносить вот эту вот консистенцию. Кто-то говорил, она неправильно даже говорит слово консистенция. Ну, потому что, блин. Надо потренироваться. Короче, вот эту консистенцию... Констанстенция. Как-то неудобно наносить на волосяной покров. Но я это сделаю. Выведу форму. Если Денечка, маме не будет мешать. Да, зайка, маме тут... Операция... По идее, мы должны так сделать один раз. А потом долго наши бровки будут очень красивыми. Главное, чтобы она достала до тела. Блин, а прикиньте, у меня сейчас вот такие брови будут конкретные вообще. Нет, знаете, я думаю, что надо сразу два делать. Что-то я очкую. А прикинь, сейчас у меня вот такая бровь будет, а вторую я не повторю. Так, короче, мы намазали. Сейчас она должна подсохнуть, и мы должны содрать потом. Ма, кстати, можно тебе потом попробовать такое сделать. Перед татуажем потренироваться. Я типа татуажа. Только временно. Мы на татуашку нападем, когда мы специалисты. А я тебе что, не специалист? Ну, мне тоже цвет не нравится. Так вот, он же не такой будет цвет. Он должен померкнуть потом, стать естественным. Короче, мы ждем. Давайте на одной брови, чтобы мы сравнили разницу вообще, если она или нет. Что-то, мне кажется, все не хватает мне. Пожирнее надо. Пожирнее надо. Леня, а ты, если сейчас будешь так себя вести, знаешь, что я тебе сделаю такие брови. Ну-ка, не шевели мамину. Честно, я немножко боюсь. Реально. Что-то мне кажется, я буду это очень как-то снимать плохо. Ладно, ждем. Итак, кружки мои. Мне кажется, что пора снимать уже. Мне, честно говоря, страшновато, что будет очень темный цвет. В общем, отковыриваем вначале вот здесь вот нашу красоту. Ой, не, вроде красивый цвет, смотрите. Не темный. О, с конца. С конца получилось. Тут еще плохо подсохло. Но у меня нет терпения, я нетерпеливый человек. Ладно, вторую я сейчас сделаю правильно. Так, ну что, я вытерла, и на удивление бровь красивая, естественная, и очень такой легкий цвет. Может быть, вы скажете, что они не отличаются? Вполне возможно. Ну, сейчас я сделаю вторую. Не, чуть-чуть есть цвет, мне кажется. Это я не натерла полотенцем. Это реально есть цвет. Сейчас сделаем вторую. Вот я на руке провела, на самом деле, вот, сводчик такой. Буквально на одну минутку. И сняла. И все, вот он теперь не снимается. Такая полосочка у меня есть. Просто надо дать больше времени подсохнуть. Ну что, ждем вторую бровь. С ребенком невозможно снимать. Просто сейчас такое положение, что видео на завтра нет. Опять включился музыка. Ладно, ждем. Не, вы меня простите, конечно, но у меня снова нет терпения. И вот уже половина брови подсохла, а вот здесь еще она такая вот свеженькая, блин. Ну так хочется содрать. Ну вот там, где еще не подсохла, снимается, конечно, уже не так хорошо. Ну вот мои бровки. Что я вам могу сказать? Они приобрели чуть-чуть более темный, мне кажется, цвет такой. Более такой, знаете, очертания такие. И мне это нравится на самом деле, потому что я блондинка. И вот лично к моему цвету волос, моему типажу лица и вообще чертам темные брови вообще не подходят. Хотя я помню, что в Москве, когда я была, я находила себе одного мастера. Она мне делала прям такие чуть ли не черные брови, там темно-коричневые даже, представляете? Графит, который почти как черный. И она их делала широкими такими вот такими. Я даже не найду фотографии, честно говоря, но у меня были такие брови. И каждый раз я такая... Ну мне нравилось. А потом они подсмывались, но нравилось больше, когда были подсмытые. Сейчас у меня воздушные брови вообще татуажные. Какими я безумно довольна. Скоро вам сниму видео про свои губы, татуаж губ. Уже мы закончили все процедуры. И вот, короче, брови сейчас. Их, если немного подкрашивать, или вот таким тинтом, они даже приобрели какой-то легкий оттенок, коричневатый. Потому что у меня более русые мои волосы. А вот сейчас какой-то тепленький оттенок, что ли, чуть появился. Девчонки, прикольная вещь. Кто еще не пробовал такой тинт для бровей, обязательно попробуйте. Только держите дольше, будьте терпеливее, чем я. Я оставлю ссылочку на него под видео. Мне очень нравится, классно. Я вообще даже думаю... О! Стрелки! О! Мы сейчас с вами замутим. О-о-о! О-о-о! Сказал Дэнни. Может, и краситься не надо будет? Никогда! Стрелку делать не буду, вот легкую подводочку. Сделаю. Она сейчас быстро подсохнет. И у меня, может, на несколько... Ой! Главное, не моргать. На несколько дней красота будет. Короче, все, хватит. Надо это попробовать сначала. И внизу также можно. Ждем, пока высохнет. Вот так вот. Слушайте, ну только я вот прилегла и уже пробую пальцем, оно не оставляет следа. Оно на коже очень быстро высыхает. Давайте попробуем это драть. Так, но тут, знаете, как таковой, вообще, получилась легкая-легкая такая, знаете, как будто не подсмытая такая полосочка. Но это тоже неплохо, правда, что у нас нет четкой линии какой-то. А нам и нужна была такая. Легкие оттенки, и вы красавица. Но это еще потому, что цвет коричневый. А если был бы черный, например, был бы оттенок другой, черный. Это же у меня коричневый, он немножко такой красно-коричневый какой-то цвет. Надо черный брать, короче, если оно вот так делает такой легкий оттенок, я бы и внизу сделала еще. Века подвела бы. Мне так нравится. Может, еще один слой сделать. Мне прям нравится. Второй слой ждем. Так, второй слой подсох. Кстати, когда он подсох, уже можно будет моргать, и он, естественно, не отпечатывается. То есть первые там несколько минут нужно подождать. Так, снимаем второй слой нашего кинка. Что, я сделала легкий оттенок. Слушайте, у меня появилась идея. Вот, видите? У меня появилась идея от того, что это на самом деле такой очень-очень легкий тинт. Он оставляет очень легкий такой, знаете, эффект недомытых глаз, который я очень люблю, честно говоря. Мне кажется, можно вообще его наполнить, на все века нанести. И будет очень классно. И снизу даже можно его подвести. Но я бы лучше, может быть, делала не с этим цветом, не с коричневым. Там еще были цвета на сайте. Вот ссылку оставлю вам под видео. Я прям сейчас побегу и заказываю все черные. Пусть будет черный. Мне прям это очень понравилась идея. Я закажу вообще все цвета, которые есть. И вот такие стрелочки рисовать, чтобы они хотя бы на 2-3 дня были. Очень круто. Потому что краска, например, она очень смывается быстро с кожи. А вот тинтики, возможно, будут держаться дольше. И бровки, и классно. Мне все нравится. Все, мои хорошие. Значит, вот такой тинт. 88,90, по-моему, стоит. Проходите по ссылке, приобретайте цвета, которые подходят вам. Не бойтесь, потому что он делает абсолютно легкий эффект, ненавязчивый. А если хочется потемнее, можно сделать дабл нанесение. Такие пульсы. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Обязательно воспользуйтесь моим советом по поводу кэшбэка. Загляните, почитайте. Думаю, вам будет интересно. Особенно, если вы покупаете, делаете покупки в интернете, то это очень полезно, когда часть денег тебе возвращают. Правда? Все. Все полезные ссылки под видео. Я вас люблю, целую и при счастье до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok